Время победы Спасибо большое. Хотелось бы порадовать наших болельщиков. К сожалению, не смогли добиться этой победы. Причина противостояла очень хорошая команда. Соперами, которыми мы играли в первом круге со счетом 5-0, было видно, что у этой команды запредельный настрой, запредельная мотивация. Соперок практически все силы дал на футбольном поле. Я очень хорошо знаю Игоря. Учились вместе с ним, играли вместе с ним в команде. Хотелось бы в любом случае поздравить его команду с хорошим игрой, с хорошим результатом. Матч Иван Шумих не удался. Такая дружеская последовательность на поле была. Если говорить по игре, то в первом тайме, в принципе, у нас игра не совсем получилась. Мы могли проигрывать уже по ходу первого тайма, когда у нас в любой момент возник наша штрафная, хорошо и выше Афилипов нас выручил. Затем некоторые поправки сделали в перерее. Замены произвели. Мне очень приятно то, что выйти на замену Артура Малояна забил. Меня болельщики просили выпустить Артура. Их просьбу я удовлетворил. Зайдет сразу Волча. Я хотел бы его поздравить. Но в итоге, как вы знаете, не сумели мы удержать победный счет. К сожалению, допустили ошибку. Может, всю минуту невнимательность произошла у нас в оборону. И соперник воспользовался. Это, конечно, немножко расстроило. Но, как бы это ни было, в любом случае, команда, уходя на землю, остается на первом месте. И я хотел бы сейчас благодарить всех болельщиков за то, как они нас поддерживают горячо, тепло, все эти игры, на всей части чемпионата. Спасибо. Вопрос от болельщиков. Почему Малояна все-таки не в основном составе хорошо парень играет? Очень интересуется. На встрече болельщиков не говорил, что отвечал на этот вопрос. Но на данный момент мы считаем, что Артур проиграл конкуренцию другим нападающим, и Кутину, и Козлов. Поэтому это был наш выбор. Но, может быть, в каких-то моментах я ошибался. Вот Артур сегодня вышел и забил. Наверное, для него сейчас жаль, что закончится чемпионат, и будет эта сильная часть. Потому что, наверное, он сейчас кураж поймал, может быть, и дровой в основном составе, и забил в уголе. Но я, честно говоря, не хочу зациклиться только на Артуре. У нас есть группы группы, которые тоже имеют немного дровой практики. Поэтому ребята должны терпеть, они об этом не знают. Дмитрий Анатольевич, последний отрезок завершил. Можно коротко подвести итоги, чем более всего довольны, над чем еще работать и работать? Самое главное, мы добились результаты. Хорошая команда. На первом месте уходит на зимний первый, как я уже сказал. Это главное. Конечно же, очень рад то, что Минесей показывал, на мой взгляд, очень хороший зрелищный футбол. Конечно, были какие-то проваления. Они были, ну, кранировок, скажем так, в том же Томболе. Я же вспоминаю, не хочется. Но вот этот акцент вести, еще раз скажу, обказывающих хороших футбол, я думаю, доставили удовольствие и нашим болельщикам, и заставили, наверное, благодаря вашей игре говорить о Минесе и всю футболную общественность. Не только ту общественность, с которой интересуются ФДЛ, но и те специалисты, которые следят за премьерами, и о нас уже говорят, и это приятно, как главному тренеру. Но я считаю, что сегодня у нас еще есть потенциал, и в будущем, если часть чемпионата, я считаю, что мы можем еще играть. Можно конкретно над тем еще поработать, что усилить? Ну, знаете, изменения в составе должны быть. Как в другой команде, в другой команде, так правильно сказать, у нас тоже будут изменения. Возможно, кто-то нас покинет, не исключают, и уверен в особо степо, что будут какие-то приобретения, потому что тренер хотел бы все-таки немножко освежить состав, в каждую неделю причем, хотя бы по одному человеку, я об этом уже с удовольствием разговаривал, и я думаю, что нам будет на встречу. А самая проблемная позиция в нашей команде сейчас, на ваш взгляд, это как? Ворот. Кто? Ворот. Перекватит. Почему? Да нет, я не говорю уже, какие-то у нас есть серьезные проблемы, глобальные проблемы. В принципе, состав, я считаю, что у нас был очень хорошо комплектован, ребята себя очень хорошо проявили. Ну, я думаю, что результат сам на себя говорит. Команда на первом месте, я думаю, что они заслужили этого результата, и хотелось бы, чтобы они сейчас уже хорошо отдохнули, где это будет, в Таиланде полетят, отдохнули, чтобы и физически, и эмоционально, потому что слишком много, они, конечно, отдали в этой части. Ну, они заслужили, заслужили. Удохнулись, пускай отдохляют. Это для всей части. Выбор схемы 3-5-2. Чем он устроен сегодня? Ну, тем, что и соперник играет по такой же схеме 3-5-2, поэтому мы решили буквально в последний момент именно в такой схеме сыграть. Я, знаете, долго думал, честно говоря, может быть, не стоит менять схему, мы все-таки решили на кем-1-2-2. И считаю, если даже сегодня результат не получился, у нас победы, да, то ни в коем случае не были там, только что вы играли по этой схеме. Сами виноваты, могли забивать в дорогу, могли забивать и нажимать соперника, но, к сожалению, еще не так получилось. Поэтому схема здесь не трещала. Олимбург забил только что. Виктор Анатольевич, еще пару вопросов, с Вашего позволения. По поводу Кубка ФНЛ, этого мероприятия. Появилась информация, потому что команда не будет принимать участие. Да, отказались. А против причин? Ну, знаете, в принципе, в наш график, он вписывался в этот куб, хотя я с Игорем Ивановичем Ефремовым разговаривал пораньше, и с Ивановичем дал добро на участие. Зато все-таки мы потом в трейских штабах встретились, проанализировали ситуацию, решили все-таки от него отказаться, потому что нагрузка такая идет на футболистов, и велик риск травматизма. Поэтому я решил команду туда не везти, и предупредил об этом Игоря Михайловича Ефремова. Ну, и, кстати, по-моему, если не ошибаюсь, Римбурт тоже отказался от участия. Все-таки у нас запланировал другую игру, а там играть через три дня на четвертый, все-таки, как я уже сказал, для нагрузки футболистов не очень. Повторяю, рисковать здоровьем футболистов я не хотел, не хочу. И потом, насколько мне известно, не всегда там были хорошие условия. Я как-то в Стуле там уже один раз участвовал, правда, это было в Турции, если не ошибаюсь, но я был последний раз на Кипре вроде, и мне говорят, что там не слишком комфортно было на команде. Поэтому все-таки хочется, а учитывать значимость, ну, и значимость нашей семь части чемпионата, да, которая наслаждалась. Все-таки хочется очень честно готовиться на сбор, и поэтому мы решили от этого время отказаться. Ну, а Игорь, вопросович, есть? Нового года, где вы будете отмечать, с кем вы будете отмечать этот праздник? Ну, вот, я с родственником дома в Аскет, я на две недели увечу в Америку, отдохну немножко, тоже так надо. От футбола немножко отвлечься, и я домой буду вернуть, и буду с мамой, с Матерью, и с родственником в Америке. Спасибо. Спасибо вам за поддержку. Спасибо.